Вот у нас это исследование проходило сугубо через интернет. Это люди были из разных городов и весь и России. А мы исключительно через интернет вот на это проводили. Понимаете? То есть это люди достаточно продвинутые. То есть если говорить про люди, которые в офлайне, я думаю, что ситуация там еще сложнее в этом плане. И с точки зрения самооценки, и с точки зрения всех этих телодвижений. Поэтому... Так, вернемся теперь к волонтерству. То есть мы говорили о том, что у них есть желание замкнуться, уйти в себя, никому не верить, потому что на весь мир обижены. Вообще никому не нужны. Но на самом деле, в общем-то, вот волонтерство, участие в каких-то благотворительных проектах, это тот способ, который может их вытянуть из этой ракушки. Вот этой замкнутости никому не нужности. Потому что мы все так привыкли, что воспринимаем свою нужность обществу через работу, как ни крути. Если мы сидим, ну, если только не воспитывают женщину и детей, во всем остальном случае, наш вклад в социальную жизнь, это через работу идет. Поэтому, если человек лишен работы, то он уже воспринимает себя как оторванным от жизни. И вот волонтерство, в принципе, может стать вот тем мостиком вот в эту большую жизнь, в эту нормальную жизнь, да, которую человек в итоге выведет вот из этой скруппы. И о том, что, в принципе, их можно на это вывести, вот нашла цитату вам, это вот одна и та же женщина, как видите, говорит. То есть она в процессе исследования, а наше исследование длилось, ну, неделю-то точно. То есть мы задавали, каков формат был, то есть какая онлайн-фокус-группа. Не когда она 2 часа собирает, да, люди сидят, обсуждают, а когда вот такой растянутый формат, примерно на неделю, я точно сейчас не помню свою длительность нашего конкретного исследования, точно не меньше недели, задается вопрос и дается время на ответ. То есть, соответственно, люди могут подумать, написать ответ, посмотреть ответы других участников, вступить в дискуссии, какой-то был предыдущий пример, да, между Надеждой и второй участницей. И потом уже прийти к какому-то выводу. Вот видите, то есть сначала, опять же, первая реакция. Мне ничего не нужно, я никому не нужен. А потом уже люди начинают прощать, ну, вообще-то нужно, вообще-то у меня есть свободное время, да, кто-то там собой занимается, кто-то с семьей занимается, кто-то там ремонт какой-то делает долгожданный, благо, что время появилось. Но, в принципе, они способны найти какое-то время для того, чтобы удалить какую-то волонтерскую или благотворительную деятельность. Вот, в принципе, вот эти всевозможные варианты, они достаточно стандартные, да, то есть если они, в общем-то, готовы на любой, на любой вид активности, в принципе, их много что устраивает, много что интересно в этой части. Так, ну, наверное, с этой частью все. Если есть какие-то вопросы, может быть, тогда обсудим. Ну, а по конкретней, по поводу вот втягивания волонтерств, какие-то были, может быть, примеры положительные? Потому что я, как бы, пытался заниматься этим, да, вот на примере своих родственников, родителей, и вообще ничего не прошибали. То есть вот вы, вот ваше присутствие здесь уже говорит о том, что вы вообще необычный человек. Вы вообще необычный человек. Вы прям совершенно... Я тут с таких встречаю. Это как раз показывает, что у вас очень специфический круг общения, да, потому что, то есть, такие сложности возникают при попытке как-то... Вовлечь? Вовлечь, да. Ну, и кроме того, вот, я не знаю, чуть-чуть опоздал, мы ничего не сказали про здоровье. Ну, то есть, это, в принципе, довольно сильный ограничитель и для поиска работы, и даже для того же интернету, потому что, если ты пытаешься, там, в течение нескольких месяцев научить человека кликать просто мышкой, и не получается вообще, ну, то есть, а при том, что человек полностью функциональный, то есть, там просто что-то такое на уровне каких-то очень, каких-то, каких-то нейронных, нейропроцессов, то есть, нейрон не работает. Это непребываемая речь. Ну, ты не училась, у меня тоже долго не получалось, а сейчас работаю, вода ночью. Ну, это прекрасно. Просто немножко терпения и все. Ну, я... Да, это понятно. У вас, по поводу блондарства, это очень интересная штука, потому что, мне кажется, действительно, может быть, таким переходным процессом международным... Ну, то есть... Ну, ты кратся, это все. ...делание, да? Как делание чему-то реально полезного именно, там, для себя же, но... Для повышения самооценки функционального. Ну, даже ничего не получается, честно говоря. Ну, вы знаете, вот в данном случае, почему я об этом не говорила, потому что у нас, опять же, у нас исследования были через интернет со всей России. То есть, это люди, которые знакомы с интернетом и активно им пользуются, да, поэтому они, собственно, мы их нашли, и мы их привели на нашу площадку для того, чтобы пообщаться, подискутировать на эту тему. То есть, это все-таки изначально уже немножко другая, продвинутая цитовая вот эта вот группа. Про вашу аудиторию, ну, могу мало что сказать. Единственное, что у нас был другой проект, в котором мы как раз пытались узнать отношения, как же, вернее, ответить на вопрос, как же втянуть людей старшей возрастной группы, тоже 50+, в мобильный интернет. И там у нас был две группы, когда это были люди сами, вот эти возрастные группы, отвечали на вопросы. И во втором случае это были дети, которые обучали своих родителей вот мобильному интернету. Даже потом, а, даже так у нас было, что были задания, что мы их просили, каждый день что-то вот какие-то, какие-то простые вещи сделать, что-то там найти, что-то посмотреть, что-то еще там такое. То есть в одном случае они сами это делали, а в другом случае с помощью своих детей, которые им вот помогали это. Конечно, да, вы знаете, тяжеловато шло. Давайте посмотрим, что у нас по поводу рекламы взаимодействия с брендами. Опять же, вот та же возрастная группа 50+, мы спрашивали, как они пользуются, то есть практическое применение их пользования интернетом. Они, конечно же, все освоили поиск каких-то нужных для себя товаров и услуг, в первую очередь, конечно, все, что связано с медициной, но и не только. И, соответственно, ищут что-то, как вариации всех предложений, так и выбирают интересующее по цене что-то. Естественно, опять же, понабив собственные шишки, они выработали собственный способ верификации рекламы или какой-либо информации в интернете. В идеале качественная информация должна идти либо от известного бренда исходить, либо иметь приличный формат рекламы, в этом позже поговорим, и, соответственно, исходить из какого-то надежного источника, какого-либо сайта, который им уже известен. То есть, в идеале, вот эти три вещи должны быть. Понятный источник, понятный формат и понятный канал. Если какой-то из этих источников отсутствует, вариантов отсутствует или не вызывает вопрос, соответственно, подключается верификация. Значит, они начинают, опять же, все то же самое, как мы смотрели в работе, то есть, начинают как-то верифицировать, искать каких-то, ну, экспертов условно, мы говорим, да, спрашивать у людей в соцсетях, смотреть в интернете отзывы там о чем-то или о каком-то лекарстве, не знаю, какой-то клинике и так далее, и так далее. Пользоваться какой-то оффлайновой информацией, словарями, справочниками, то есть, это все еще присутствует. И какими-то пользовательскими отзывами. Значит, для медицинской тематики, безусловно, существуют какие-то дополнительные способы проверки, в том числе, вот хочу обратить внимание, что они освоили этот способ проверки наличия сертификации на лекарства. То есть, в принципе, это уже, это большой шаг, ни уколы не придет проверять медицину на этот сертификат. Они это делают, изучают инструкции, подробно читают про эти показания, консультируются с врачами, то есть, в принципе, они достаточно такую качественную работу проводят, которую проводил, наверное, любой из нас, любой человек, который задался целью проверить информацию в интернете. Итак, что касается формата, они, опять же, повторим, наивные, достаточно наивные, но, в общем-то, не глупые, однозначно. Соответственно, уже эти способы всплывающие окна с рекламы или какая-то якобы новость, которая ведет на какой-то сайт, а потом еще на какой-то сайт, на какой-то еще сайт, они все это уже все это поняли, вот этот для сбора кликов, все это тоже уже проходили, и никакими уникальными предложениями только здесь и только сейчас всякие вот эти зомбирующие слова, и на них уже не действуют. Они это уже на это не ведутся. Мы спрашивали про разные форматы взаимодействия с брендом, опять же, вот в трех возрастных группах, как я говорила, в подростковые средневозрастные группы и старшевозрастные группы. Как видим, старшевозрастная группа, и ей интересны все форматы взаимодействия от традиционных оффлайновых форматов, там, стенд-магазин, книгу, ящик, жалоб и предложений до современных, то есть они не отрицают и вот эти современные способы связи, страничка в соцсетях, сайт-бренды и так далее. То есть им все форматы в этом плане приемлемы, в отличие, как видите, от молодежи, которая, в общем-то, уже не готова к этим оффлайновым форматам взаимодействия. Что касается коммуникации с брендом, то, как видим, опять же, здесь звучит вот это то самое требование, специфическое требование от возрастной группы 50+, это вот стилистика материалов. Ну, кроме того, что должно быть удобно читаемо, то есть крупный шрифт и так далее, все-таки там еще и они предъявляют свои особые требования к эстетике, к эстетике и стилистике этих материалов. Вот, чтобы текст был на хорошем литературном русском языке, все то же самое, да, вот как было про поиск работа, то есть вот это вот какое-то там поневраство, сокращение слов, вот им это, ну, они этого не принимают. Все-таки они привыкли, для них, опять же, это такое же средство массовой информации, они не привыкли в средствах массовой информации вывести не литературный русский язык, мат, или что-то еще такое, поэтому для них это вот реально важно. Это правда, но я вот с этой позиции я себя тоже могу смело отнести в этой возрастной группе, потому что меня тоже всегда это коробит. Что касается участия в каких-то акциях, в принципе, здесь какие-то барьеры, мотиваторы, они одинаковы для всех возрастных групп, то есть мотиватор либо минимум усилий и возможность получить что-то тоже такое же минимальное, но все-таки, да, что-то получить, какую-то полезную мелочь, либо там интересует какая-то простота входа в эту акцию, либо какой-то интересный имприз. Соответственно, опять же, вот то, что снижает мотивацию участия, барьеры, это либо какой-то неизвестный бренд, то, что вызывает недоверие, опять же, в формате стилистики тех материалов, которые предлагаются, либо высокие барьеры и низкая вероятность выигрыша.